После фабрики дан такой трамплин, и это не времена советской эстрады, когда если ты действительно хорошо поешь, у тебя все сложится, да, это времена жесткого сегодняшних условий шоу-бизнеса, когда ты нужно быть угодным, удобным, по разным причинам, либо имеющим там большие связи, деньги, либо там желательно, чтобы все сложилось, и таланты, все, да, но имея вот такой успех, эйфорию, этого счастья и славы, когда ты находишься в проекте и выходя оттуда, когда тебе показывают твое истинное место, что ты в принципе такая пешка, тобой вот можно манипулировать, если ты не согласен, то вообще ты можешь быть свободен. Мне кажется, что это еще сложнее, чем если бы ты шел путь от и до. Молодая, оригинальная, упрямая и неповторимая. Певица Юля Михайлович уже больше шести лет радует поклонников своими песнями. Пока их не так много, зато каждая достойна первых мест в музыкальных чартах. А если бы в 2003 году Юля не решилась бы на смелый поступок, оставить все и броситься на проект «Фабрика звезд», этих хитов не было бы. Ведь кроме самой Юли эти песни вряд ли кому-нибудь подошли бы. Я сменила город, сменила университет. Вообще все в целом, вся жизнь поменялась, безусловно. Друзья какие-то, естественно, не то чтобы мы ушли в сторону, но на время мы не имели возможности так часто общаться, как хотелось бы. Сейчас уже у каждого семьи, ну, само собой разошлись, да, в пути встречаемся и слышим друг друга очень редко. А так казалось, что мир рухнул в тот момент, что все, родители далеко, Москва, а не Питер, друзья все там. И, в общем, конечно же, это было тяжело. До этого было большое количество других конкурсов. Как раз на один из таких конкурсов я приехала на финал, и он был в Москве. В этот период проходил кастинг на «Фабрику». Вот таким образом в моей жизни появился этот проект. Все понимают прекрасно, что конкурсы ничего не решают в этой жизни. Большое дело случая, безусловно, конечно, талант, да, но большое количество всяких слагаемых должно быть, чтобы в сумме получился, там, артист, ревица, там, как говорили, там уже спортсмен, там, все, это все должно сложиться. Время, талант, там, звезды сойтись, там, ну, все. С другой стороны, появились занятия более, на мой взгляд, интересные, с творческой точки зрения, безусловно, полезные. Поэтому на тот момент все взаимозачалось, так скажем. Я была занята другими делами, занималась тем, что очень люблю в этой жизни творчество. Для меня здесь, безусловно, Александр Валерьевич Шульгин сыграл огромную роль в моей жизни, это никто не отрицает. И он сыграл роль большую для многих участников проекта «Фабрика звезды 3», потому что написал песен хороших много для нас, разговоров провел правильных, но которые впоследствии помогли в жизни. И то, что раньше казалось, почему так, ну, это же невозможно, что он говорил, там, да, и он говорил, я вот знаю, потому что так надо, потому что я так знаю, да, потому что это правильно. Сейчас я с этим согласна, хотя раньше вот этот юношеский максимализм мне не позволял этого понять. «Порвать ты себя на кусочки, поставить три маленьких точки, ты услышишь только будки». Правильно, я вообще не люблю это слово, и Александр Валерьевич, наверное, тоже не любит. Он продюсировал просто, но продюсировал это тоже. Короче говоря, он делал музыку для тех, кому, для кого ему это хотелось делать. В частности, для меня в большей степени, для Иры, для Руслана Курика, для Саши Киреева. Вот это были его фавориты на проекте. Самым, наверное, да, для него дорогим и, ну, мне так кажется, конечно, была я, но уже последствия. Потому что у меня было шесть номеров, это я же говорю оригинальных, у всех там три за все три месяца, да, то есть он три песни своих подарил, мог такое сделать подробнее, шесть. То есть, наверное, это стоило чего-то. Он предложил мне руку по жизни, и по жизни он действительно держит свое слово. Мы с ним так рука об руку идем до сих пор, по всем моментам творческим. Я первой, кому обращаюсь к ним, конечно, словом, благодарна, как и многим учителям, которые присутствовали в проекте, за их опыт и профессионализм, за то, что они смогли что-то нам выразумить. Успех, безусловно, это большое количество нюансов, которые должны сложиться воедино, да, но я считаю, что в нашем деле самое главное, наверное, все-таки это наличие таланта и, безусловно, трудолюбие. Трудолюбие, талант, а понятно, что уфорство, удача, чтобы звезды сошлись, тоже все прилагающееся. Мы находимся в главном здании университета российского государственного гуманитарного. Для меня это, знаете, такое, что немаловажно, очень дружеское место. Объясню почему. Потому что у меня сложились достаточно теплые, хорошие, нормальные человеческие отношения с и учащимися, и с учебным составом, и с руководящими должностями этого университета. Музыка Волнуешься каждый раз, по-любому выступлению, неважно, это конкурс, и ты должен показать себя по максимуму, или же это просто выступление для того, чтобы порадовать зрителей. Если все равно волнуешься, ты выходная сцена, это обязательно. Не знаю, почему мне с этим не справиться до сих пор. Ну, удачи вам. Спасибо большое вам тоже. Все, две минуты, я сейчас закончу две песни и все. Наша Юля, наша гордость. Вот, да. Взаимно могу ответить с тем же университетом, потому что это моя гордость на сегодняшний момент, и будет являться ею всегда. Заметьте, что она отличница. Да, да, да. Сама учится, никто ей не помогает. Никто. Не будем указывать пальцем, никто ей не помогает. Не будем указывать пальцем, никто ей не помогает. И помять, мы помять, мы все с твоей рука. И помять, мы все с твоей рука. Нашей первой встрече уже в этом году будет ровно 6 лет. Там, в августе месяце мы будем отмечать вот такую годовщину замечательную. С Юлей познакомились на кастинге «Фабрики звезд». И как-то с первого взгляда просто поняли, что мы будем дружить и будем близки. Как-то вот у нас так совпало все. Мы познакомились на кастинге на «Фабрику звезд». Это было в 2003 году. В августе месяце. Ну и, собственно, с того времени мы и не расставались больше. У меня много хороших знакомых. У меня очень большое количество. Скоро мы встречаемся, привет, привет. И даже у меня совсем немного друзей. Это раз, два, три, четыре, наверное, человека. Так, а пять, максимум шесть. Мы можем... Ну, с Ирой мы постоянно общаемся. Это самый близкий друг. А с которым мы можем долго не сцениться, но потом созвониться. Или я интересуюсь их жизнью, несмотря на то, что они там находятся вообще в другой стране. Но их немного, да. В этом нет ничего. Самые близкие еще, конечно же, друг – это мама. Вы знаете, есть любовь с первого взгляда, а есть любовь с первой ноты. То есть мы, когда сидели в очереди, ожидали своего звездного часа, когда вот заходят участники кастингов и там поют. И так, чтобы нам не было скучно, я там взглянула какую-то песню, уже не помню, честно говоря. И Юля тут же стала петь второй голос. И как-то у нас вот так все слаженно получилось. Все другие ребята тоже подхватили. И у нас как-то вот прям все слилось воедино. И мы потом заболтались. И потом вот уже все последующие дальше шаги перед тем, как заселиться в дом, мы проходили вместе с ней. И помню очень яркий такой момент, когда мы шли на медкомиссию. И в разговоре обсуждали тему того, что, в принципе, нереально, что нас двоих могут взять. Я говорю, наверняка кого-то возьмут, кого-то нет. И вот так звездам было угодно, чтобы мы все-таки прошли вместе. На мой взгляд, я очень счастливый человек. А по поводу самодостаточности, так это, да, может быть, и хотелось, чтобы не настолько была самодостаточна. Получается так, что одна могу вполне справиться со многими. Сон 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 В котором пахнет, как в детстве, скошеною травой. Сон, где небосвод голубой, словно тропит, как сердцу. День Подарит множество красок, лишь прикоснись рукой. Все, что происходит с тобой, может быть, не напрасно. Ни о чем нельзя жалеть в жизни. Значит, это для чего-то было нужно. Вот это пройти, чтобы впоследствии получить этот какой-то урок по жизни. Я верю в другое. Важно. Ну, как мне кажется, нормальный православный человек, живущий в России, верю в что-то большее Бога. Время остановилось, и на обломках стен плачут ветра взамен сказки, которая снилась. Мир, в котором правят потери, может быть так жесток, но пробьется новый росток, если в любовь ты веришь. Там, где живет любовь.